18 ноября день в Тбилиси выдался теплым, но дождливым и туманным. В 15 часов 43 минуты самолет Ту-134, следовавший по маршруту Тбилиси-Батуми-Киев-Ленинград, поднялся в воздух и взял курс на Батуми, где его ждала дозаправка. Лететь было всего ничего, но до города пассажиры так и не добрались. Из-за сильного бокового ветра посадка в Батуми оказалась невозможной, поэтому экипаж принял решение вернуться в Тбилиси. Как только командир собрался сообщить об изменении маршрута, в кабину пилотов постучали. Стук был условным, так сообщить о себе могли только члены экипажа и обслуживающий персонал. Инспектор из грузинского управления гражданской авиации открыл глазок и увидел напуганную бортпроводницу, после чего открыл дверь. Мужчина ничего не успел понять, как получил в лицо пять пуль. После этого в кабину ворвались двое. Один приставил пистолет к голове командира, второй крикнул, что самолет захвачен и полетит в Турцию. Ничего не понимающий бортинженер попытался что-то спросить, но тут же выстрелом в упор был убит. Опомнившись от первого шока, сидевший за шторкой штурман достал служебный пистолет и открыл огонь по террористам. Через мгновение к нему присоединился пилот-инструктор. Чтобы дезориентировать остальных, возможных угонщиков, пилот начал резкий набор высоты, отбросив захватчиков в середину салона. Кабину вновь удалось закрыть, но положение дел это не меняло. Несмотря на одного ликвидированного террориста, осталось еще шестеро бандитов, в распоряжении которых оказался салон самолета с полусотней перепуганных пассажиров. Пилоты подали сигнал бедствия и сообщили диспетчеру о попытке угона лайнера. Экипажу было приказано садиться в Тбилиси. Благо, из-за скверной погоды, идентифицировать аэропорт из иллюминаторов было сложно. Поэтому придерживались следующей легенды. Самолет прибыл в Батуми для дозаправки и готовился отбыть в свободную Турцию, как того требовали террористы. На всякий случай, в воздух подняли два истребителя, которые сопровождали Ту-134 до самой посадки. Тем временем в салоне самолета количество жертв-преступников увеличивалось. Пытаясь вычислить сотрудников службы безопасности, которые могли присутствовать на рейсе, бандиты открыли огонь по троим пассажирам. Один из них скончался, а двое были тяжело ранены и впоследствии остались инвалидами. После приземления террористы начали беспорядочно стрелять, ранив еще несколько человек. Трагическая судьба постигла стюардессу, ту самую, которую заставили постучаться в кабину пилотов. После того, как экипажу удалось забаррикадироваться, бандиты избили женщину, выдергивали ей волосы и использовали в качестве живого щита после приземления. Прикрываясь бортпроводницей, один из захватчиков открыл запасной люк и, несмотря на сумерки, дождь и туман узнал родной Тпилиси, поняв, что самолет вернулся и ни о какой Турции не может идти речи, террорист застрелил стюардессу, после чего пустил пулю себе в голову. Во всей этой истории едва ли не самое интересное личности бандитов, которые захватили несчастный самолет. Все они были молодыми выходцами из интеллигентных семей, а идейным вдохновителем преступников выступил священник. Святой Отец внушил банде, что на Западе их ждет полная свобода и бежать к ней нужно непременно, вооружившись до зубов. Первоначально планировалось, что именно священнослужитель спрячет в своей рясе оружие и пронесет его на борт авиалайнера. Правда, потом у батюшки получилось выехать в Европу по церковной линии и от непосредственного участия в нападении он уклонился. Вместо священника лидером группы стал Сосо Церетели, работавший художником в киностудии, сын известного профессора. На момент захвата самолета ему было 25 лет. Среди его пособников также молодые врачи, актер и студент Академии художеств. Самым старшим участником нападения был 32-летний Григорий Табидзе, безработный наркоман. Именно его убили пилоты во время завязавшейся в кабине перестрелки. Была в этой странной компании и девушка, 19-летняя Тинатин, третикурсница Академии художеств. У нее была далеко не последняя роль в спектакле, который задумал Сосо Церетели. За два дня до захвата самолета Тинатин сыграла свадьбу с местным актером, одним из членов банды. На торжество среди прочих пригласили чуть ли не случайную знакомую, которая работала дежурной в депутатском зале Тбилисского аэропорта. Девушка ничего не знала о том, что готовится нападение и помогла молодоженам отправиться в свадебное путешествие без досмотра багажа. Благодаря этому террористы пронесли на борт несколько пистолетов с большим запасом боеприпасов и чемодан с гранатами. Любопытно, что в качестве пособия по угону самолета нападавшие использовали фильм «Набат». Особой художественной ценности картина не представляла и в первую очередь рассматривалась создателями в качестве учебного пособия для антитеррористических групп. К тому времени фильм не успел выйти в прокат, но в грузинской киностудии уже была копия ленты. Пользуясь связями, ребята чуть ли не до дыр засмотрели картину, изучая конструкцию самолета и перебирая все возможные варианты с доставкой оружия на борт. В дальнейшем террористы действовали один в один по сценарию «Набата». Так назывался не только фильм, но и операция по спасению заложников и штурму захваченного самолета. Ту-134 отцепили военные в течение 8 часов после приземления с террористами пытались вести переговоры. Грузинские милиционеры. Но все оказалось безрезультатно. В аэропорт вызвали родителей бандитов. По одним данным, те приехали, но отказались разговаривать со своими детьми. По другим, родственники все-таки попытались уразумить террористов, однако безуспешно. За это время из самолета чудом успели выбраться несколько человек. Первым сбежал молодой солдат, сидевший возле того самого аварийного люка, который, прикрываясь бортпроводницей, открыл один из захватчиков. Когда последний убил стюардессу и застрелился сам, солдат выпрыгнул из люка на крыло, скатился на землю и побежал в сторону отцепления. По нему открыли огонь как подоспевшие террористы, так и милиционеры, принявшие молодого человека за одного из бандитов и выпустившие около 60 пуль. Только по счастливой случайности в пассажира не попали ни те, ни другие. Через окно кабины пилотов из самолета выбрались бортинженер и штурман. Остался только командир, на руках которого тяжело умирал смертельно раненый в голову инспектор. В какой-то момент преступники подтолкнули к двери одного из пассажиров, который должен был передать требования силовикам. Мужчина вырвался, прыгнул на землю, сломал ногу и отполз под самолет. Позже его унесли милиционеры. Тем временем в Тбилиси прибыл спецрейс из Москвы. На борту почти четыре десятка бойцов группы Альфа КГБ СССР. За ходом операции на месте следил первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шавернадзе, который настаивал на немедленном штурме. Обстановка в салоне накалялась. По словам выживших, террористы уже понимали, что в Турцию их не пустят. И скорее всего надо ждать штурма. Осознавая безвыходность ситуации, бандиты то грозились убивать по одному пассажиру каждые пять минут, то обещали взорвать сразу весь самолет, то угрожали на глазах у матери убить полутора годовалого ребенка. Все 14 часов, которые продолжалась изматывающая трагедия, людям не разрешали пить, есть и пользоваться туалетом. На все просьбы и мольбы был один ответ. Все равно вы умрете. Непосредственно перед штурмом с целью дезориентировать преступников вокруг самолета выключили прожекторы. Далее последовали светошумовые гранаты. В 6 часов 55 минут утра была отдана команда штурм. Группе Альфа помешал труп террориста, заблокировавший дверь в кабину со стороны салона. Открыть ее удалось только с третьей попытки. Остальные спецгруппы уже проникли в самолет. Внезапно закричала женщина, в которой сначала не признали террористку. Прижимая к груди пакет с противотанковыми гранатами, она завопила, что взорвет самолет. Опасный груз сразу же вырвали из ее рук, а на саму преступницу надели наручники. Это была Тинатин. Еще один бандит сидел неподалеку, прижимая руку к раненой шее. Третий лежал на полу и пытался притвориться мертвым, но его подвел дернувшийся под светом фонарика глаз. Оставшихся двоих взяли при попытке достать из чемодана гранаты. Штурм длился четыре минуты. Во время операции никто не пострадал. Жертвами террористов стали пять человек, двое пилотов, бортпроводница и двое пассажиров самолета. Еще десять человек получили ранение различной степени тяжести. Что касается преступников, то одного из них застрелил штурман, второй покончил с собой, еще двое были ранены. Следствие по делу о захвате самолета с заложниками длилось девять месяцев. В 1984 году суд приговорил четырех оставшихся в живых террористов к смертной казни. Тинатин, которая пронесла на борт авиалайнера оружие и угрожала взорвать самолет во время операции спецназа, получила 14 лет лишения свободы. Дежурную Тбилисского аэропорта, которая провела бандитов без досмотра, приговорили к трем годам условно. Лидер группы Сосо Церетели умер при невыясненных обстоятельствах в следственном изоляторе. Остальных в соответствии с приговором расстреляли. Спустя год после громких событий. Священника, который фактически занимался подготовкой теракта, депортировали на родину и также приговорили к самому суровому наказанию. Изрешеченный пулями Ту-134 был списан.